Как помочь садоводам оперативно решать непростые порой вопросы деятельности СНТ? В городском округе Щелково порядка 500 дачных и садовых кооперативов. Во всем подмосковном регионе более 12 тысяч. Общие вопросы регулярно обсуждаются на семинарах с участием председателя профильного комитета Мособлдумы по имущественным отношениям природопользованию и экологии Владимира Шапкина. А в скором будущем помощь будет приходить более оперативно и адресно. В Московской области создаются центры содействия садоводам. Это инициатива Росрегистра Московской области. Вот с этими четырьмя центрами по Московской области, Восток, Запад, Север-Юг. И они сейчас над этим работают. Вот мы предложили центрам Восток сделать Щелково. Владимир Шапкин провел в районном союзе СНТ совещание рабочей группы по подготовке к открытию на территории городского округа Щелково центра содействия садоводам. Вывоз мусора, взаимодействие с энергетиками, с Росреестром, с пожарными, с газовиками, с лесхозом и так далее. У каждого садоводческого объединения актуально то или иное направление. Или несколько. По задумке Росреестра Московской области, теперь председателям СНТ не нужно будет ходить по разным инстанциям. Все будет в одном месте. Должны здесь, в этом центре, вести прием по графику специалисты от БТИ, Росреестра, Мосэнергосбыта, наши газовики и так далее. Должен быть какой-то график. Ну а дальше, естественно, на прием, фиксирование тех вопросов, потом контроль их исполнения. Беседа сегодня с председателями. Вывод можно сделать такой, что это востребовано. По словам Владимира Шапкина, подобный опыт в регионе есть. Например, Центр содействия малому и среднему бизнесу. По такой же модели будет создан Центр содействия садоводам. Продолжается работа с Росреестром по организации центра в городском округе Щелково уже в этом году. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.